Добрый день. Вы знаете, я уже второй раз участвую, являюсь членом жюри фестиваля «Волшебный фонарь». И вы знаете, то есть один раз оффлайн, другой раз онлайн, вот в таких очень непростых условиях. И вы знаете, это прекрасный фестиваль, прекрасный. И первый раз это был настоящий праздник. Было очень много людей, жюри, которые мы с нами, все жюри с удовольствием оделись в мантии профессоров. Вот в этот раз было немножко по-другому, потому что ни о какой мы не смогли собраться в связи с такими непростыми условиями. Но вы знаете, в этот раз сам атмосфера мультфильмов была удивительная. И с каждым годом этот фестиваль, он все становится популярнее и популярнее. И все больше фильмов присылают. В этом году было практически больше 180 фильмов. Да. Если брать уже все фильмы. И вы знаете, это очень сложное дело быть членом жюри. Вот у нас несколько членов жюри. И я хочу сказать, это был не один день, когда мы принимали решение. Это было несколько дней. И это было действительно очень сложно. У каждого разное мнение. И хотелось отметить огромное количество фильмов и мультфильмов. Действительно огромное. Вы знаете, я когда просматривала, я просматривала их в несколько дней. И еще раз подчеркнув, в такой, знаете, непростой обстановке, вдруг появилось такое, знаете, замечательное чувство. Чувство оптимизма. Да, вот после просмотра этих фильмов и мультфильмов. Это атмосфера доброты, я бы сказала. На самые разные им зарисованные мультфильмы. То есть разная техника этих мультфильмов была. И фильмов, соответственно. И ребята там с нарушением слуха в студии «Жираф» изумительные фильмы создали. Да, и в том числе, я бы сказала, они были поучительные фильмы, обучающие. И научно-популярный был фильм. То есть самые разнообразные фильмы. Но что их объединяло, это какая-то, знаете, такая очень приятная социальная направленность. Да, фильмы о том, как нехорошо бросать мусор. Как фильмы о том, как дружный класс и так далее. То есть во всех фильмах была личностная позиция авторов. И она была, я бы сказала, такая зрелая. Безусловно, были фильмы лучшего качества, были фильмы чуть худшего качества. Но выбрать из них что-то, всего 17 призов, вот основных, было очень сложно. Вы знаете, я до сих пор жалею. Чудесные фильмы два. Были фильмы «Изменим мир к лучшему» и «Для счастья нет преград». Психонерологического интерната девятого. Замечательные фильмы были, на мой взгляд. И, ну, наверное, если у меня есть такая возможность, они не вошли, к сожалению, в призы. Но киностудия «Компас» для совершенно тоже абсолютно замечательные фильмы. Девочка Ксения их там снимает. И они тоже были прекрасными. Просто прекрасными. Но, еще раз говорю, к сожалению, мы ограничены количеством призов. И мне бы хотелось дать их, безусловно, и не только мне, всем членам жюри. Мы сначала, знаете, только огромный список составили. И вынуждены были каким-то образом ужиматься. И, наверное, в следующий год у нас будет больше номинаций. Колоссальный большой труд. Причем организовать людей из разных городов России, из разных организаций, собрать разные киностудии. Кроме того, организаторы ведь сами помогают снимать мультфильмы. И это сложно, потому что это же все-таки фестиваль с ОВЗ. Это еще дополнительная сложность такая. Поэтому я думаю, что с каждым фестивалем организаторы чему-то учатся. Как я сказала, каждый раз это какие-то новые условия, это какие-то новые факты, в результате которых организаторы должны приспосабливаться. И пожелание им, конечно же, одно – продолжать. Безусловно, продолжать. Я бы даже сказала, не только продолжать, но, знаете, расширяться. Потому что уже несколько лет кинофестиваля показали, какая потребность в этом есть. Поэтому, мне кажется, это очень важное. И, знаете, это очень творческое дело. Удачи им. Продолжение следует...